Самани Абхала Сутта, плоды отшельничества. ДН 2. Вот что я слышал. Однажды блаженный с большой толпой монахов, двенадцатью с половиной сотнями монахов, пребывал в Раджагахе, в манговой роще Дживаки Камарабхачи. И в это самое время, в тот день у Пасадхи, что перед пятнадцатым днем Камуди, завершающим четырехмесячный цикл, в ночь полнолуния, царь Магадхи Аджатаса Товидихипута сидел окруженный царскими приближенными на превосходной верхней террасе дворца. И вот, в тот день у Пасадхи, царь Магадхи Аджатаса Товидихипута взволнованно воскликнул, поистине, почтенный, восхитительно лунная ночь. Поистине, почтенный, прекрасно лунная ночь. Поистине, почтенный, приятно для глаз лунная ночь. Поистине, почтенный, отрадно лунная ночь. Поистине, почтенный, благоприятно лунная ночь. Какого же отшельника или брахмана могли бы мы сейчас почтить посещением, чтобы удостоенный посещения он доставил отраду нашему сердцу? Когда так было сказано, один царский советник так сказал царю Магадхи Аджатаса Товидихипуте, божественный, вот Пурана Кассапа, возглавляющий толпу последователей, и возглавляющий общину, и наставник общины, известный и прославленный основатель секты, высоко чтимый многими людьми, давно признанный, долгое время странствующий, состарившийся, достигший преклонных лет. Пусть божественный почтит посещением его, Пурану Кассапу, быть может удостоенный посещение Пурана Кассапа доставит отраду сердцу божественного. Когда так было сказано, царь Магадхи Аджатаса Товидихипуте остался безмолвным. И тогда и другой царский советник так сказал царю Магадхи Аджатаса Товидихипуте, божественный, вот Макхали Гасала. И тогда и другой царский советник так сказал царю Магадхи Аджатаса Товидихипуте, божественный, вот Аджита Кисакамбала. И тогда и другой царский советник так сказал царю Магадхиаджатаса то виде хипуте, божественный, вот Пакутха Качьяна. И тогда и другой царский советник так сказал царю Магадхиаджатаса то виде хипуте, божественный, вот Санджабилаттхипутта. И тогда и другой царский советник так сказал царю Магадхиаджатаса то виде хипуте, божественный, вот Нигантхинатапутта. Предложение Дживаки. А в это время Дживака Камарабхача, пребывая в безмолвии, сидел недалеко от царя Магадхи Аджатаса Товидихипуты. И царь Магадхи Аджатаса Товидихипута так сказал Дживаке Камарабхаче, почему же ты безмолвствуешь, дорогой Дживака? Божественный, блаженный, Арахант, всецело просветленный, пребывает у нас в Манговой роще с большой толпой монахов, двенадцатью с половиной сотнями монахов. И вот о нем, блаженном Гатами, идет такая добрая слава. Он, блаженный, Арахант, всецело просветленный, наделенный знанием добродетелью, счастливый, знаток мира, несравненный вожатый людей, нуждающихся в узде, учитель богов и людей, Будда, блаженный. Пусть Божественный почтит посещением его, блаженного, быть может удостоенный посещение блаженной доставит отраду сердцу Божественного. Приготовь же, дорогой Дживака, повозки со слонами. Хорошо, Божественный, согласился Дживака Камарабхача с царем Магадхиаджатаса Товидихипутой, приготовил пятьсот слоних и слона, предназначенного для царя, и сообщил царю Магадхиаджатаса Товидихипуте, Божественный, повозки со слонами приготовлены для того, что ты сейчас считаешь своевременным. И тогда царь Магадхиаджатаса Товидихипута, усадив каждую из жен на одну из пятисот слоних и взойдя на предназначенного для него слона, с великим царским блеском, в сопровождении несущих факелы, выступил из Раджагахи и направился в Манговую рощу Дживаки Камарабхачи. И вот, неподалеку от Манговой рощи, царь Магадхиаджатаса Товидихипута ощутил страх, ощутил оцепенение, ощутил дрожь волосков. И вот царь Магадхиаджатаса Товидихипута устрашенный, возбужденный, с поднявшимися на теле волосками, так сказал Дживаки Камарабхачи, Не обманываешь ли ты меня, дорогой дживака? Не вводишь ли ты меня в заблуждение, дорогой дживака? Не предаешь ли ты меня недругом, дорогой дживака? Как же это от столь большой толпы монахов, двенадцати с половиной сотен монахов, не слышно ни звуков чихания, ни звуков кашля, ни шума? Не страшись, великий царь, не страшись, великий царь! Я не обманываю тебя, Божественный, я не ввожу тебя в заблуждение, Божественный, я не предаю тебя недругам, Божественный. Иди вперед, Великий Царь, иди вперед, Великий Царь. Там в беседке горят факелы. Вопросы о зримом плоде отшельничества Саманы. И вот, царь Магадхиаджатаса Товидихипута, проехав на слоне, сколько позволяла слону дорога, опустился со слона и пешком приблизился ко входу в беседку. И приблизившись, так сказал Дживаки Камарабхачи, где же Блаженный, дорогой Дживака? Вот Блаженный, Великий Царь. Вот Блаженный, Великий Царь, прислонившись к средней колонии, сидит лицом к востоку, чтимый толпой монахов. И тогда царь Магадхиаджатаса Товидихипута подошел к Блаженному, подойдя, встал в стороне, встав в стороне и взирая на толпу монахов, пребывающую в безмолвии, пребывающую в безмолвии, словно спокойное озеро. Царь Магадхиаджатаса Товидихипута взволнованно воскликнул, да будет сын мой Удаибхадда наделен тем спокойствием, каким спокойствием наделена сейчас толпа монахов. Пришел ли ты с любовью к сыну, Великий Царь? Господин, мне дорог сын Удаибхадда. Да будет, господин, сын мой Удаибхадда наделен тем спокойствием, каким спокойствием наделена сейчас толпа монахов. И вот царь Магадхиаджатаса Товидихипута, приветствовав Блаженного, поднял сложенные ладони перед толпой монахов, сел в стороне. И сев в стороне, царь Магадхиаджатаса Товидихипута так сказал Блаженному, «Господин, я хотел бы спросить Блаженного об одной вещи, если Блаженный даст мне позволение предложить вопрос. Спрашивай, Великий Царь, о чем желаешь? Существует ведь, господин, занятый в различных отраслях ремесел, а именно, сведущие в уходе за слонами, сведущие в коневодстве, колесничьи, лучники, знаменосцы, распорядители в войске, распределяющие провиант, благородные воины, искушенные в набегах, не уступающие большому слону, героя, воители в кожаном панцире, дети рабов, повара, брагобрея, банщики, изготовители сладостей, плетельщики венков, красильщики, ткачи, плетельщики корзин, гончары, вычисляющие, считающие по пальцам, а также и занятые в других различных отраслях ремесел подобного рода. И они живут в этом зримом мире зримым плодом своего ремесла. Им они радуют и удовлетворяют самих себя, радуют и удовлетворяют мать-отца, радуют и удовлетворяют ребенка и жену. Радуют и удовлетворяют друга и товарищи. Доставляют отшельникам и брахманам благодатные подношения, связанные с небом, несущие счастье, ведущие на небеса. Можно ли, господин, указать таким же образом зримый плод отшельничества в этом зримом мире? Вспоминаешь ли ты перед нами, великий царь, что задавал этот вопрос другим отшельникам и брахманам? Я вспоминаю, господин, что задавал этот вопрос другим отшельникам и брахманам. Так скажи, что они ответили тебе, великий царь, если тебе не трудно. Мне не трудно, господин, там, где сидит блаженный или подобный блаженному. Говори же, великий царь. Воззрение Пурана Кассапы. Однажды, господин, я приблизился к Пуране Кассапе. Приблизившись, я обменялся с Пураной Кассапой дружескими дружелюбными словами и почтительным приветствием и сел в стороне. И сев в стороне, я, господин, так сказал Пуране Кассапе, существуют ведь, досточтимы Кассапа, занятые в различных отраслях ремесел. Доставляют отшельникам и брахманам благодатные подношения, связанные с небом, несущие счастье, ведущие на небеса. Можно ли, досточтимы Кассапа, указать таким же образом зримый плод отшельничества в этом зримом мире? Когда так было сказано, господин, Пуранок Кассапа так сказал мне, великий царь, когда человек действует или побуждает действовать, калечит или побуждает калечить, мучает или побуждает мучить, несет горе или побуждает нести горе, изнуряет или побуждает изнурять, приводит в трепет или побуждает приводить в трепет, уничтожает живое или берет то, что не дано ему, врывается в дом, уносит награбленное, совершает вороство, стоит в засаде у дороги, идет к чужой жене, говорит ложь, Делая так, он не делает греха. И пусть диском с краями острыми, как бритва, он сделает живых существ на этой земле одним месивом из мяса, одной грудой мяса, нет от этого греха, нет причастности к греху. И пусть он пойдет по южному берегу Ганга, убивая или побуждая убивать, калечая или побуждая калечить, мучая или побуждая мучить, нет от этого греха, нет причастности к греху. И пусть он пойдет по северному берегу Ганга, подавая или побуждая подавать, совершая жертвоприношение, нет от этого заслуги, нет причастности к заслуге. От подаяния, самообуздания, воздержанности, правдивости, нет заслуги, нет причастности к заслуге. Так, господин, Куранакасапа, будучи спрошенным о зримом плоде отшельничества, ответил мне, что действие незначимо. Подобно тому, господин, как спрошенный о манго, стал бы отвечать о хлебном дереве, или спрошенный о хлебном дереве, стал бы отвечать о манго, так же точно, господин, и Куранакасапа, будучи спрошенным о зримом плоде отшельничества, ответил, что действие незначимо. Тогда, господин, я сказал себе так, как может подобно мне даже подумать о том, чтобы осудить отшельника или брахмана, живущего в царстве. И вот, господин, я не высказал Пураника саппи ни одобрения, ни порицания, ни одобря, ни порицая. Я, будучи недовольным, не произнес недовольных слов и пожалел об этой речи, не возмущаясь, поднялся с сиденья и удалился. Воззрение Макхали Гасалы. Однажды, господин, я приблизился к Макхали Гасали. Приблизившись, я обменялся с Макхали Гасалой дружескими дружелюбными словами и почтительным приветствием и сел в стороне. И сев в стороне, я, господин, так сказал Макхали Гасали, существуют ведь, досточтимы Гасали, в различных отраслях ремесел. Доставляют отшельникам и брахманам благодатные подношения, связанные с небом, несущие счастье, ведущие на небеса. Можно ли, досточтимы Гасала, указать таким же образом зримый плод отшельничества в этом зримом мире? Когда так было сказано, господин, Макхали Гасала так сказал мне, Великий Царь, нет причин, нет основания для осквернения существ, без причин, без основания оскверняются существа. Нет причин, нет основания для очищения существа. Без причины, без основания очищаются существа. Нет своего действия, ни человеческого действия, нет силы, нет усердия, ни человеческой мощи, ни человеческого стремления. Все существа, все живое, все рожденные, все творения лишены власти, лишены силы, лишены усердия, претерпевают изменения под воздействием судьбы, общения, собственной природы и испытывают счастье или несчастье, будучи разделены на шесть разновидностей. Существует 14 сотен тысяч главных видов рождения и 16 сотен других, и еще 600 других, 500 видов действий, и еще 5 действий, и 3 действия, и одно действие, и половина действия, 62 пути, 62 внутренних периода, 6 разновидностей существ, 8 стадий человеческой жизни, 49 сотен видов поддержания жизни, 49 сотен видов странствующих аскетов, 49 сотен областей, населенных ногами, 20 сотен жизненных способностей, 30 сотен преисподних, 36 элементов страсти, 7 пород, наделенных сознанием, 7 пород, лишенных сознания, 7 пород растущих от узлов стебля, 7 видов богов, 7 видов людей, 7 видов демонов, 7 озер, 7 патува, 700 патува, 7 великих обрывов, 700 малых обрывов, 7 видов великих слов, 700 видов малых слов, 84 сотни тысяч великих периодов, в течение которых и глупцы, и мудрые, странства, переходя из одного существования в другое, положат конец страданиям. И здесь не следует полагать, благодаря этому нравственному поведению, или обрядам, или подвижничеству, или целомудрию, я или дам созретню созревшим плодам своих действий, или, постепенно обретая созревшие плоды действий, освобожусь от них, ибо это не так, счастье и несчастье словно отмерены меркой, и переходу из одного существования в другое положен предел, нет ему сокращения или расширения, нет увеличения или уменьшения. И подобно тому, как брошенный клубок нити разматывается, насколько способен разматываться, так же точно и глупцы и мудрые, странствуя и переходя из одного существования в другое, положат конец страданию. Так, господин, Макбхали Гасала, будучи спрошенным изримом плодей от шелинчества, ответил мне об очищении благодаря переходу из одного состояния в другое. Подобно тому, господин, как спрошенный о манго, стал бы отвечать о хлебном дереве, или спрошенный о хлебном дереве, стал бы отвечать о манго, так же точно, господин, и Макбхали Гасала, будучи спрошенным изримом плодей от шелинчества, ответил об очищении благодаря переходу из одного состояния в другое. Тогда, господин, я сказал себе так, как может подобно мне даже подумать о том, чтобы осудить от шелинка или брахмана, живущего в царстве. И вот, господин, я не высказал Макбхали Гасала ни одобрения, ни порицания, ни одобря, ни порицая, я, будучи недовольным, не произнес недовольных слов и пожалел об этой речи, не возмущаясь, поднялся с сиденья и удалился. Воззрение аджиты Кисакамбали Однажды, господин, я приблизился к аджите Кисакамбали. Приблизившись, я обменялся с аджитой Кисакамбали дружескими, дружелюбными словами и почтительным приветствием и сел в стороне. И сев в стороне, я, господин, так сказал аджите Кисакамбали, существуют ведь, досточтимые аджито, занятые в различных отраслях ремесел. Доставляют отшельникам и брахманам благодатные подношения, связанные с небом, несущие счастье, ведущие на небеса. Можно ли, досточтимые аджито, указать таким же образом зримый плод отшельничества в этом зримом мире? Когда так было сказано, господин, аджито Кисакамбали так сказал мне, великий царь, нет подаяния, нет жертвоприношения, нет возлияния, нет созревшего плода добрых и злых действий, нет этого мира, нет другого мира, нет матери, нет отца, нет самопроизвольно родившихся существ, нет в мире отшельников и брахманов, находящихся на надлежащем пути и в надлежащем расположении духа, которые, познав и увидев собственными глазами и этот мир, и другой мир, возглашают истину. Этот человек состоит из четырех великих элементов, и когда исполняется его срок, то земля из него возвращается и входит во всю совокупность земли, вода возвращается и входит во всю совокупность воды, огонь возвращается и входит во всю совокупность огня, воздух возвращается и входит во всю совокупность воздуха, жизненные способности соединяются с пространством. Вот четверо людей и носилки, пятые, взяв умершего, они идут до его места сожжения и произносят слова о нем. А там остаются серые кости и в конце подношения пепел. Подаяние – это угнетение глупцов, и те, которые проповедуют пользу от него, ведут пустую, лживую болтовню. Так, господин, Аджита Кисакамбале, будучи спрошенным и зримым плодей отшельничества, ответил мне проповеди о разрушении. Подобно тому, господин, как спрошенный о манго, стал бы отвечать о хлебном дереве, или спрошенный о хлебном дереве, стал бы отвечать о манго, так же точно, господин, и, Аджита Кисакамбале, будучи спрошенным и зримым плодей отшельничества, ответил проповеди о разрушении. Тогда, господин, я сказал себе так, как может подобно мне даже подумать о том, чтобы осудить отшельника или брахмана, живущего в царстве. И вот, господин, я не высказал от житой кисакамбре ни одобрения, ни порицания, ни одобря, ни порицая. Я, будучи недовольным, не произнес недовольных слов и пожалел об этой речи, не возмущаясь, поднялся с сиденья и удалился. Воззрение Пакудхи Качьяны. Однажды, господин, я приблизился к Пакудхи Качьяне. Приблизившись, я обменялся с Пакудхой Качьяной дружескими, дружелюбными словами и почтительным приветствием и сел в стороне. И сев в стороне, я, господин, так сказал Пакудхи Качьяне, существуют ведь, досточтимые Качьяна, занятые в различных отраслях ремесел. Доставляют отшельникам и брахманам благодатные подношения, связанные с небом, несущие счастье, ведущие на небеса. Можно ли, досточтимый Качьяна, указать таким же образом зримый плод отшельничества в этом зримом мире? Когда так было сказано, господин, Пакудха Качьяна так сказал мне, великий царь, эти семь элементов не созданы, их не побуждали создать, не сотворены, их не побуждали сотворить, они бесплодны, стоят как на вершине, установлены прочно как столб. Они не движутся, не изменяются, не вредят друг другу, не причиняют друг другу счастье или несчастье, или счастье и несчастье. Каковы же эти семеро? Элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент воздуха, счастье, несчастье и седьмой, жизнь. Эти семь элементов не созданы, их не побуждали создать, не сотворены, их не побуждали сотворить, они бесплодны, стоят как вершина, установлены прочно, как столб. Они не движутся, не изменяются, не вредят друг другу, не причиняют друг другу счастье или несчастье, или счастье и несчастье. Нет здесь убивающего, или побуждающего убивать, слушающего или побуждающего слушать, сознающего или побуждающего сознавать. И когда кто-нибудь рассекает острым мечом голову, то никто никого не лишает жизни, просто меч проникает в промежуток между семью элементами. Так, господин, Пакутха Качьяна, будучи спрошенным и зримым плодей отшельничества, ответил мне о другом и по-другому. Подобно тому, господин, как спрошенный о манго, стал бы отвечать о хлебном дереве, или спрошенный о хлебном дереве, стал бы отвечать о манго, так же точно, господин, и Пакутха Качьяна, будучи спрошенным и зримым плодей отшельничества, ответил о другом и по-другому. Тогда, господин, я сказал себе так, как может подобно мне даже подумать о том, чтобы осудить отшельника или брахмана, живущего в царстве. И вот, господин, я не высказал по кутхе Качьяни ни одобрения, ни порицания, ни одобря, ни порицая. Я, будучи недовольным, не произнес недовольных слов и пожалел об этой речи, не возмущаясь, поднялся с сиденья и удалился. Воззрение Нигантхинатапуты. Однажды, господин, я приблизился к Нигантхинатапуте. Приблизившись, я обменялся с Нигантхинатапутой дружескими, дружелюбными словами и почтительным приветствием и сел в стороне. И сев в стороне, я, господин, так сказал Нигантхинатапуте, существует ведь, досточтимая гевессана, занятая в различных отраслях ремесел. Доставляют отшельникам и брахманам благодатные подношения, связанные с небом, несущие счастье, ведущие на небеса. Можно ли, досточтимая гевессана, указать таким же образом зримый плод отшельничества в этом зримом мире? Когда так было сказано, господин, Нигантхинатапута так сказал мне, Великий Царь, вот Нигантха сдержан воздержанием четырехчестной узды. Как же Великий Царь, Нигантха сдержан воздержанием четырехчестной узды? Великий Царь, Нигантха воздерживается от всякой воды, и наделен всякой водою. Итак, Великий Царь, Нигантха сдержан воздержанием четырехчестной узды. И поскольку, великий царь, Нигантха сдержан так воздержанием четырехчестной узды, он, великий царь, зовется Нигантхой, чье я достигла цели, и чье я обуздана, и чье я стойка. Так, господин, Нигантха Натапутта, будучи спрошенным озримым плодей отшельничества, ответил мне о воздержании четырехчестной узды. И вот, господин, я не высказал Нигантха Натапутте ни одобрения. Ни порицания, ни одобря, ни порицая, я, будучи недовольным, не произнес недовольных слов и пожалел об этой речи, не возмущаясь, поднялся с сиденья и удалился. Воззрение Санджая Белатхипутты Однажды, господин, я приблизился к Санджая Белатхипутте. Приблизившись, я обменялся с Санджая Белатхипуттой дружескими, дружелюбными словами и почтительным приветствием и сел в стороне. И сел в стороне, я, господин, так сказал Санджая Белатхипутте, существуют ведь, досточтимые Санджая, занятые в различных отраслях ремесел. Доставляют отшельникам и брахманам благодатные подношения, связанные с небом, несущие счастье, ведущие на небеса. Можно ли, досточтимые Санджая, указать таким же образом зримый плод отшельничества в этом зримом мире? Когда так было сказано, господин, Санджая Белатхипутте так сказал мне, если бы ты спросил меня, другой мир существует? И я считал бы, что другой мир существует, то я объяснил бы, что другой мир существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил, другой мир не существует, и я считал бы, что другой мир не существует, то я объяснил бы, что другой мир не существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, другой мир существует и не существует, и я считал бы, что другой мир и существует, и не существует, то я объяснил бы, что другой мир и существует, и не существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, другой мир не существует, не не существует, и я считал бы, что другой мир не существует, не не существует, то я объяснил бы, что другой мир не существует, не не существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, самопроизвольно родившиеся существуют, и я считал бы, что самопроизвольно родившиеся существуют, то я объяснил бы, что самопроизвольно родившиеся существуют. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Нет. Если бы ты спросил меня, самопроизвольно родившиеся не существуют, и я считал бы, что самопроизвольно родившиеся не существуют, то я объяснил бы, что самопроизвольно родившиеся не существуют. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Нет. Если бы ты спросил меня, самопроизвольно родившиеся существуют и не существуют, и я считал бы, что самопроизвольно родившиеся существуют и не существуют, то я объяснил бы, что самопроизвольно родившиеся существуют и не существуют. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Нет. Если бы ты спросил меня, самопроизвольно родившиеся не существуют, не не существуют, и я считал бы, что самопроизвольно родившиеся не существуют, не не существуют, то я объяснил бы, что самопроизвольно родившиеся не существуют, не не существуют. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, созревший плод добрых и злых действий существует, и я считал бы, что созревший плод добрых и злых действий существует, то я объяснил бы, что созревший плод добрых и злых действий существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, созревший плод добрых и злых действий не существует, и я считал бы, что созревший плод добрых и злых действий не существует, то я объяснил бы, что созревший плод добрых и злых действий не существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, созревший плод добрых и злых действий существует и не существует, и я считал бы, что созревший плод добрых и злых действий существует и не существует, то я объяснил бы, что созревший плод добрых и злых действий существует и не существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Нет. Если бы ты спросил меня, созревший плод добрых и злых действий не существует, не не существует, и я считал бы, что созревший плод добрых и злых действий не существует, не не существует, то я объяснил бы, что созревший плод добрых и злых действий не существует, не не существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Нет. Если бы ты спросил меня, Татхагата существует после смерти, и я считал бы, что Татхагата существует после смерти, то я объяснил бы, что Татхагата существует после смерти. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Нет. Если бы ты спросил меня, Татхагата не существует после смерти, и я считал бы, что Татхагата не существует после смерти, то я объяснил бы, что Татхагата не существует после смерти. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, Татхагата и существует и не существует после смерти, и я считал бы, что Татхагата и существует и не существует после смерти, то я объяснил бы, что Татхагата и существует, и не существует после смерти. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил меня, Татхагата не существует, не не существует после смерти, и я считал бы, что Татхагата не существует, не не существует после смерти, то я объяснил бы, что Татхагата не существует, не не существует после смерти. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе. Я не считаю, что нет. Я не считаю, что неверно, что нет. Так, господин, Санджабилат Тхипута, будучи спрошенным и зримым плодей отшельничества, ответил мне уклончиво. Подобно тому, господин, как спрошенный о манго, стал бы отвечать о хлебном дереве, или спрошенный о хлебном дереве, стал бы отвечать о манго, так же точно, господин, и Санджабилат Тхипута, будучи спрошенным и зримым плодей отшельничества, ответил мне уклончиво. Тогда, господин, я сказал себе так, как может подобный мне даже подумать о том, чтобы осудить отшельника или брахмана, живущего в царстве. И вот, господин, я не высказал Санджая Беладхи пути ни одобрения, ни порицания, ни одобря, ни порицая. Я, будучи недовольным, не произнес недовольных слов и пожалел об этой речи, не возмущаясь, поднялся с сиденья и удалился. Мирские плоды отшельничества. Первый плод жизни Самана, зримый в этом мире. И вот, господин, я спрашиваю блаженного, существуют ведь, господин, занятые в различных отраслях ремесел. Доставляют отшельникам и брахманам благодатные подношения, связанные с небом, несущие счастье, ведущие на небеса. Можно ли, господин, указать таким же образом зримый плод отшельничества в этом зримом мире? Можно, великий царь. Только я, в таком случае, задам тебе встречный вопрос, чтобы ты ответил на него так, как сочтешь нужным. Как ты думаешь, великий царь? Вот был бы у тебя слуга, раб, исполняющий работу, рано встающий и поздно ложащийся, послушно выполняющий все, приятно ведущий себя, сладкоречивый, не спускающий с тебя глаз. И он бы сказал себе, сколь чудесный, сколь необычный пути заслуг и созревания плодов заслуг. Ведь этот царь Магадхиаджатаса то видихипута, человек, и я, человек. Ведь этот царь Магадхиаджатаса то видихипута, будучи наделен и снабжен пятию признаками чувственности, услаждается, я сказал бы, словно бог, я же, его раб, исполняющий работу, рано встающий, поздно ложащийся, послушно выполняющий все, приятно ведущий себя, сладкоречивый, не спускающий с тебя глаз. Право, и я мог бы совершить его заслуги. Ведь я мог бы сбрить волосы и бороду, надеть желтое одеяние, оставив дом, странствовать бездомным. И со временем он может сбрить волосы и бороду, надеть желтое одеяние, оставив дом, странствовать бездомным. Так, будучи странником, он станет жить, обуздывая тело, станет жить, обуздывая речь, станет жить, обуздывая разум, довольствуясь самым ничтожным пропитанием и рубящим, радуясь уединению. И люди смогли бы так сказать тебе о нем, угодно ли узнать тебе, Божественный, что тот твой слуга, раб, исполняющий работу, рано встающий и поздно ложащийся, послушно выполняющий все, приятно ведущий себя, сладкоречивый, не спускающий с тебя глаз, он, Божественный, сбрил волосы и бороду, надел желтые одеяния и, оставив дом, стал странствовать бездомным. Так, будучи странником, он живет, обуздывая тело, живет, обуздывая речь, живет, обуздывая разум, довольствуясь самым ничтожным пропитанием и рубящим, радуясь уединению. Сказал ли бы ты тогда так, пусть этот слуга придет ко мне, пусть снова будет рабом, исполняющим работу, рано встающим и поздно ложащимся, послушно выполняющим все, приятно ведущим себя, сладкоречивым, следящим за моим лицом? Совсем нет, господин. Мы напротив, приветствовали бы его, поднялись бы навстречу, предложили сидение, усадили, доставили ему все необходимое, монашескую одежду, чашу для милостыни, обитель, лекарство для помощи больным, а также подобающую ему охрану, ограду и защиту. Как ты думаешь, великий царь? Если так, является ли это зримым плодом отшельничества или нет? Конечно, господин, если так, это является зримым плодом отшельничества. Вот, великий царь, тебе указан мной первый зримый плод отшельничества в этом зримом мире. Второй плод жизни Самана, зримый в этом мире. А можно ли, господин, указать таким же образом еще другой зримый плод отшельничества в этом зримом мире? Можно, Великий Царь. Только я, в таком случае, задам тебе встречный вопрос, чтобы ты ответил на него так, как тебе больше подходит. Как ты думаешь, Великий Царь? Вот был бы у тебя слуга, земледелец, домоправитель, уплачивающий подать, умножающий твои богатства. И он бы сказал себе, сколь чудесный, сколь необычайный пути заслуг и созревания плодов заслуг. Ведь этот Царь Магадхиаджатаса то в виде хипута, человек, я человек. Ведь этот Царь Магадхиаджатаса то в виде хипута, будучи наделен и снабжен пяти признаками чувственности, услаждается, я сказал бы, словно Бог, я же еще земледелец, домоправитель, уплачивающий подать и умножающий его богатства. Право, я мог бы совершить его заслуги. Ведь я мог бы обрить волосы и бороду, надеть желтое одеяние, оставив дом, странствовать бездомным. И со временем, отказавшись от малого достатка или отказавшись от большого достатка, отказавшись от малого круга родственников или отказавшись от большого круга родственников, он может обрить волосы и бороду, надеть желтое одеяние и, оставив дом, странствовать бездомным. Так, будучи странником, он станет жить, обуздывая тело, станет жить, обуздывая речь, станет жить, обуздывая разум, довольствуясь самым ничтожным пропитанием и рубящим, радуясь уединению. И люди смогли бы так сказать тебе о нем, угодно ли узнать тебе, божественный, что тот твой слуга, земледелец, домоправитель, уплачивающий подати, умножающий твое богатство, он, божественный, сбрил волосы и бороду, надел желтое одеяние, оставив дом, стал странствовать бездомным. Так, будучи странником, он живет, обуздывая тело, живет, обуздывая речь, живет, обуздывая разум, довольствуясь своим ничтожным пропитанием и кровом, радуясь уединению. Сказал ли бы ты тогда так, пусть этот слуга придет ко мне, пусть снова будет землевладельцем, домохозяином, уплачивающим подати, умножающим мое богатство? Вот, великий царь, тебе указан мною второй зримый плод отшельничества в этом зримом мире. Плод отшельничества – лучший из зримых плодов. А можно ли, господин, указать таким же образом еще другой зримый плод отшельничества в этом зримом мире, и прекрасней, и возвышение этих зримых плодов отшельничества? Можно, великий царь. В таком случае, великий царь, слушай тщательно и внимай тому, что я скажу. Хорошо, господин, согласился с блаженным царем Магадхи Аджатаса Товидихипутта. Блаженный сказал так, вот, великий царь, в мир приходит Татхагата, Арахант, всецело просветленный, наделенный знанием добродетелью, счастливый, знаток мира, несравненный вожатый людей, нуждающихся в узде, учитель богов и людей, Будда, блаженный. Он возглашает об этом мироздании с мирами богов, мары, брахмы, с миром отшельников и брахманов, с богами и людьми, познав и увидев их собственными глазами. Он проповедует истину, превосходную в начале, превосходную в середине, превосходную в конце, в ее духе и букве, наставляет в единственно совершенном, чистом целомудрии. Эту истину слышит домохозяин, или сын домохозяина, или вновь родившийся в каком-либо другом семействе. Слыша эту истину, он обретает веру в Татхагату. И наделенный этой обретенной им верой, он размышляет, жизнь в доме стеснительна, это путни чистоты, странничество же, как чистый воздух. Нелегко обитающему в доме блюсти всецело совершенные, всецело чистые целомудрии, сияющие, как жемчужная раковина. Ведь я мог бы сбрить волосы и бороду, надеть желтые одеяния, и, оставив дом, странствовать бездомным. И со временем, отказавшись от малого достатка или отказавшись от большого достатка, отказавшись от малого круга родственников или отказавшись от большого круга родственников, он сбривает волосы и бороду, надевает желтые одеяния, и, оставив дом, странствует бездомным. Так, будучи странником, он живет сдержанный воздержанием предписаний для отшельников. Придерживаясь должного поведения, видя опасность в мельчайших проступках, обязуется следовать заповедям и упражняется в их исполнении, наделен добродетелью тела и добродетелью речи, чист в средствах существования, обладает нравственностью, охраняет врата чувств, наделен способностью самосознания и вдумчивостью, удовлетворен. Праведность. Меньший сказ о праведности. Как же, великий царь, монах предан нравственности? 1. Духовные плоды отшельничества. Обретение самоконтроля над умом. Охрана дверей и восприятие. Как же, великий царь, монах охраняет врата жизненных способностей? Вот, великий царь, видя глазом образ, монах не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие свойства устремляются на не сдерживающего способность зрения. Он следит за способностью зрения, в способности зрения он достигает воздержанности. Слыша ухом звук, он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие свойства устремляются на не сдерживающего способность слуха. Он следит за способностью слуха, в способности слуха он достигает воздержанности. Обоняя носом запах, он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие свойства устремляются на не сдерживающего способность обоняния. Он следит за способностью обоняния, в способности обоняния он достигает воздержанности. Чувствуя языком вкус, он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие свойства устремляются на не сдерживающего способность вкуса. Он следит за способностью вкуса, в способности вкуса он достигает воздержанности. Осязая телом прикосновений, он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие свойства устремляются на не сдерживающего способность осязания. Он следит за способностью осязания, в способности осязания он достигает воздержанности. Получая разумом представление, он не влечется к внешним признакам, не влечется к его подробностям. Он действует так, чтобы сдерживать причину, благодаря которой алчность, неудовлетворенность, греховные и нехорошие свойства устремляются на не сдерживающего способность разума. Он следит за способностью разума, в способности разума он достигает воздержанности. Наделенный этой праведной воздержанностью в жизненных способностях он испытывает неуязвимое внутреннее счастье. Таким, великий царь, бывает монах, охраняющий врата жизненных способностей. Внимательность и понимание. Как же, великий царь, монах наделен способностью самосознания и вдумчивостью? Вот, великий царь. Монах вдумчиво действует, когда он идет вперед и идет назад. Вдумчиво действует, когда глядит вперед и глядит по сторонам. Вдумчиво действует, когда сгибается и распрямляется. Вдумчиво действует, когда носит ткань, сосуд для подаяния и верхнюю одежду. Вдумчиво действует, когда ест, пьет, разжевывает, пробует на вкус. Вдумчиво действует, когда испражняется и мочится. Вдумчиво действует, когда ходит, стоит, сидит, спит, бодрствует, говорит, молчит. Таким, великий царь, бывает монах, наделенный способностью самосознания и вдумчивостью. Удовлетворенность. Как же, великий царь, монах удовлетворен? Вот, великий царь, монах удовлетворен верхней одеждой, поддерживающей тело, и чашей для милостыни, поддерживающей утробу, куда бы он ни отправился, он отправляется. беря с собой все свое добро. Подобно тому, великий царь, как крылатая птица, куда бы ни полетела, летит, неся с собой перья, так же точно, великий царь и монах, удовлетворенный верхней одеждой, поддерживающей тело, и чашей для милостыни, поддерживающую тробу, куда бы он ни отправлялся, отправляется, беря с собой все свое добро. Таким, великий царь, бывает удовлетворенный монах. Разобщение с пятью помехами. Наделенный этим праведным сводом нравственных предписаний, и наделенный этой праведной воздержанностью и жизненными силами, и наделенный этой праведной внимательностью и вдумчивостью, и наделенный этой праведной удовлетворенностью он удаляется в уединенную обитель, в лесу у подножия дерева, на горе, в пещере, в расщелине скалы, у кладбища, в лесной чаще, на открытом месте, на груди соломы. Возвратившись с чашей для милостыни, он сидит там после еды, скрестив под собой ноги, держа прямо тело, пребывая в сосредоточенном внимании. Отказавшись от алчности к мирскому, он пребывает свободным сердцем от алчности, очищает мысли от алчности. Отказавшись от греха злонамеренности, он пребывает свободной мыслями от злонамеренности, в доброте и сочувствии ко всем живым существам, он очищает мысли от злонамеренности. Отказавшись от косности, он пребывает свободной от косности, ощущая в себе способность ясного воззрения, внимательной и вдумчивой, он очищает мысли от косности. Отказавшись от беспокойства и терзаний, он пребывает свободным от беспокойства, внутренне умиротворенный в мыслях, он очищает мысли от беспокойства и терзаний. Отказавшись от сомнения, он пребывает за пределами сомнения, лишенной неуверенности в хороших свойствах, он очищает мысли от сомнения. Подобно тому, Великий Царь, как если человек, взяв долг, откроет дело, это его дело будет процветать, он сможет оплатить прежние долговые обязательства, и у него еще сверх того останется на что поддерживать жену, и он сможет сказать себе, вот, прежде я, взяв долг, открыл дело, это мое дело стало процветать, и я смог оплатить прежние долговые обязательства, и у меня еще сверх того остается на что поддерживать жену, он получит от этого радость, достигнет удовлетворения. Подобно тому, великий царь, как если человека постигнет недуг, он будет страдать, тяжело болеть, и еда не будет ему впрок, и в теле не останется силы, и со временем он освободится от этого недуга, и еда будет ему впрок, и в теле его будет сила, и он сможет сказать себе, вот прежде меня постиг недуг, я страдал, тяжело болел, и еда не была мне впрок, и в теле моем не осталось силы, теперь же я освободился от этого недуга, и еда мне впрок, и в теле есть сила, он получит от этого радость, достигнет удовлетворения. Подобно тому, великий царь, как если человек будет заключен в темницу, и со временем освободится от этого заточения здравым и невредимым, и ничего не потеряет из имущества, и сможет сказать себе, вот Вот прежде я был заключен в темницу, теперь же освободился от этого заключения здравым и невредимым, и ничего не потерял из имущества, он получит от этого радость, достигнет удовлетворения. Подобно тому, великий царь, как если человек будет рабом, независящим от себя, зависящим от другого, не имеющим права идти куда хочет, и со временем освободиться от этого рабства, став зависящим от себя, независящим от другого, раскрепощенным, имеющим право идти куда хочет, и сможет сказать себе, вот, прежде я был рабом, независящим от себя, зависящим от другого, не имеющим права идти куда хочу, теперь же я освободился от рабства, став зависящим от себя, независящим от другого, раскрепощенным, имеющим право идти куда хочу, он получит от этого радость, достигнет удовлетворения. Подобно тому, великий царь, как если человек с богатством и имуществом будет следовать по труднопроходимой дороге в голоде и в страхе и со временем оставит позади трудную дорогу, спокойно и без страха, здравым достигнет края деревни и сможет сказать себе, вот, прежде я с богатством и имуществом следовал по труднопроходимой дороге в голоде и в страхе, и теперь же, оставив позади эту трудную дорогу, спокойно и без страха, здравым достиг края деревни, он получит от этого радость, достигнет удовлетворения. Так же точно, великий царь и монах, не отказавшись от этих пяти преград, видит себя словно в долгу, словно в болезни, словно в темнице, словно в рабстве, словно на труднопроходимой дороге. И подобно этому, великий царь, монах, отказавшись от этих пяти преград, так же точно видит себя, великий царь, словно свободным от долга, словно свободным от болезни, словно освободившимся от заточения, словно раскрепощенным, словно находящимся в спокойном пристанище. Когда он видит себя отказавшимся от этих пяти преград, в нем рождается удовлетворенность, у удовлетворенного рождается радость, от радости в сердце успокаивается тело, успокоившийся телом ощущает счастье, счастливый сосредоточен в мыслях. Обретение джхан. Плод практики, первая джхана. Освободившись от чувственных удовольствий, освободившись от нехороших свойств, он достигает первой ступени созерцания, связанной с устремленным рассудком и углубленным рассуждением, рожденный уединенностью, дарующей радость и счастье, и пребывает в ней. Он обливает, заливает, переполняет, пропитывает это тело радостью и счастьем, рожденным уединенностью, и не остается во всем теле ничего, что не было бы пропитано радостью и счастьем, рожденным уединенностью. Подобно тому, великий царь, как искусный банщик, или ученик банщика, насыпав мыльный порошок в металлический сосуд и постепенно окропляя со всех сторон водой станет обливать его так, что получится мыльный ком, омытый влагой, пронизанный влагой, внутри и снаружи пропитанный влагой, но не источающий ее, так же точно, великий царь и монах обливает, заливает, переполняет, пропитывает это тело радостью и счастьем, рожденным уединенностью, и не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано радостью и счастьем, рожденным уединенностью. Таков, великий царь, зримый плод отшельничества, который прекрасней и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Плод практики, вторая джхана. И далее, великий царь, монах, подавив устремленный рассудок и углубленное рассуждение, достигает второй ступени созерцания, несущей внутреннее успокоение и собранность в сердце, лишенной устремленного рассудка, лишенной углубленного рассуждения, рожденной сосредоточенностью, дарующей радость и счастье, и пребывает в ней. Он обливает, заливает, переполняет, пропитывает это тело радостью и счастьем, рожденным сосредоточенностью, и не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано радостью и счастьем, рожденным сосредоточенностью. Подобно тому, великий царь, как озеро, питаемое водой, бьющее из-под земли, хоть и не будет иметь ни притока воды с восточной стороны, ни притока воды с западной стороны, ни притока воды с северной стороны, ни притока воды с южной стороны, и божество не будет время от времени надлежащим образом доставлять ему дождь, но потоки прохладной воды, бьющие из-под земли, питая его озеро, обольют, зальют, переполнят, пропитают это озеро прохладной водой, и не останется во всем озере ничего, что не было бы пропитано прохладной водой, так же точно, великий царь и монах обливает, заливает, переполняет, пропитывает это тело радостью и счастьем, рожденным сосредоточенностью, и не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано радостью и счастьем, рожденным сосредоточенностью. Плод практики, 3 Аджхана. И далее, великий царь, Монах отвращается от радости и пребывает в уравновешенности, наделенной способностью самосознания и вдумчивостью, испытывая телом то счастье, которое достойно и описывают, уравновешенный, наделенной способностью самосознания, пребывающий в счастье, он достигает третьей ступени созерцания и пребывает в ней. Он обливает, заливает, переполняет, пропитывает это тело счастьем, свободным от радости, и не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано счастьем, свободным от радости. Подобно тому, Великий Царь, как в пруду с голубыми лотосами, пруду с красными лотосами, пруду с белыми лотосами отдельные голубые лотосы, или красные лотосы, или белые лотосы рождены в воде, выросли в воде, омыты водой, целиком погружены в воду, питаются ею, они от кончиков до корней облиты, залиты, переполнены, пропитаны прохладной водой, и не остается во всех голубых лотосах, или красных лотосах, или белых лотосах ничего, что не было бы пропитано прохладной водой, так точно. Великий царь и монах обливает, заливает, переполняет, пропитывает это тело счастьем, свободным от радости и не остается во всем его теле ничего, что не было бы пропитано счастьем, свободным от радости. Плод практики, четвертый Аджхана. И далее, Великий царь, монах, отказавшись от счастья, отказавшись от несчастья, избавившись от прежней удовлетворенности и неудовлетворенности, достигая четвертой ступени созерцания, лишенной несчастья, лишенной счастья, очищенной уравновешенностью и способностью самосознания и пребывает в ней. Он сидит, пропитав это тело чистым, совершенным разумом, и не остается во всем теле ничего, что не было бы пропитано чистым, совершенным разумом. Подобно тому, Великий царь, как человек сидел бы укутанный с головой в белое одеяние так, что не осталось бы на всем теле место, которое не было бы покрыто белым одеянием, также точно, Великий царь и монах сидит, пропитав это тело чистым, совершенным разумом, и не остается во всем теле ничего, что не было бы пропитано чистым, совершенным разумом. Плод практики, прозрение в истинную суть явлений, випассананьяна. Так, с сосредоточенной мыслью, чистой, возвышенной, незапятненной, лишенной нечистоты, гибкой, готовой к действию, стойкой, непоколебимой, он направляет и обращает мысли к совершенному видению. Он постигает, вот это мое тело имеет форму, состоит из четырех великих элементов, рождено матери и отцом, представляет собой скопление вареного риса и кислого молока, непостоянно, подвержено разрушению, стиранию, распаду, уничтожению, и вот здесь заключено, здесь к нему привязано мое сознание. Подобно тому, великий царь, как если драгоценный камень Вилурия, прекрасный, благородный, восьмигранный, превосходно отшлифованный, прозрачный, сияющий, безупречный, наделенный всеми достоинствами, продета нить, синяя, или оранжевая, или красная, или белая, или желтоватая нить, и человек, наделенный зрением, взяв его в руку, может понять, вот драгоценный камень Вилурия, прекрасный, благородный, восьмигранный, превосходно отшлифованный, чистый, сияющий, безупречный, наделенный всеми достоинствами, и в него продета эта нить, синяя, или оранжевая, или красная, или белая, или желтоватая, также точно, великий царь и монах с сосредоточенной мыслью, чистой, возвышенной, незапятненной, лишенной нечистоты, гибкой, готовой к действию, стойкой, непоколебимой, он направляет и обращает мысли к совершенному видению, он постигает, вот это мое тело имеет форму, состоит из четырех великих элементов, рождено матери и отцом, представляет собой скопление вареного риса и кислого молока, непостоянно, подвержено разрушению, стиранию, распаду, уничтожению, и вот здесь заключено, здесь к нему привязано мое сознание, обретение чудотворных способностей, плод практики, чудотворения магических тел, монамает хиньяна, так, сосредоточенной мыслью, чистой, возвышенной, незапятненной, лишенной нечистоты, гибкой, готовой к действию, стойкой, непоколебимой, он направляет и обращает мысли к сотворению тела, состоящего из разума, из этого своего тела он творит другое тело, имеющее форму, состоящее из разума, наделенное всеми большими и малыми частями, не знающие ущерба в жизненных способностях, подобно тому, великий царь, как человек, извлекая тростинку из влагалища мунджа, может сказать себе, вот мунджа, вот, тростинка, одно, мунджи, другое, тростинка, но ведь тростинка извлечена из мунджи, или же подобно тому, великий царь, как человек, извлекая меч из ножен, может сказать себе, вот, меч, вот, ножны, одно, меч, другое, ножны, но ведь меч извлечен из ножен, или же подобно тому, великий царь, как человек, вытаскивая змею из сбрасываемой ей кожи, может сказать себе, «Вот, змея, вот, кожа, одно, змея, другое, кожа, но ведь змея вытащена из кожи». Также точно, великий царь и монах с сосредоточенной мыслью, чистой, возвышенной, незапятнанной, лишенной нечистоты, гибкой, готовой к действию, стойкой, непоколебимой, направляет и обращает мысли к сотворению тела, состоящего из разума. Из этого своего тела он творит другое тело, имеющее форму. Состоящие из разума, наделенные всеми большими и малыми частями, не знающие ущерба в жизненных способностях. Плод практики, чудотворной способности, итхивида ньяна. Так, сосредоточенная мыслью, чистой, возвышенной, незапятнанной, лишенной нечистоты, гибкой, готовой к действию, стойкой, непоколебимой, он направляет и обращает мысли к разным видам сверхъестественных способностей. Он осуществляет различные виды сверхъестественных способностей. Будучи одним, становится многочисленным. Будучи многочисленным, становится одним. Становится видимым для глаз. Скрытым от глаз. Беспрепятственно проходит через стену, через ограду, через гору, словно через воздух. Опускается в землю и поднимается из нее, словно из воды. Не погружаясь, идет по воде, словно по земле. Сидя со скрещенными ногами, возносится в небо, словно крылатая птица. Касается рукой и схватывает солнце и луну, эти столь великие, столь чудесные светила. Своим телом он достигает даже мира Брахмы. Подобно тому, великий царь, как искусный гончар или ученик гончара, может сделать и изготовить из хорошо обработанной глины сосуд, какой пожелает, или же подобно тому, великий царь, как искусный резчик по слоновой кости или ученик резчика по слоновой кости, может сделать и изготовить из хорошо обработанной слоновой кости такой сосуд, какой пожелает, или же подобно тому, великий царь, как искусный золотых дел мастер или ученик золотых дел мастера, может сделать и изготовить из хорошо обработанного золота сосуд, какой пожелает. Также точно, великий царь и монах с сосредоточенной мыслью, чистой, ясной, невыпятненной, лишенной нечистоты, гибкой, готовой к действию, стойкой, непоколебимой, направляет и обращает мысли к разным видам сверхъестественных способностей. Он осуществляет различные виды сверхъестественных способностей, будучи одним, становится многочисленным, будучи многочисленным, становится одним. Становится видимым для глаз, скрытым от глаз, беспрепятственно проходит через стену, через ограду, через гору, словно через воздух. Опускается в землю и поднимается из нее, словно из воды. Не погружаясь, идет по воде, словно по земле, сидя со скрещенными ногами, возносится в небо, словно крылатая птица. Касается рукой и схватывает солнце и луну, эти столь великие, столь чудесные светила, своим телом он достигает даже мира Брахмы. Таков, великий царь, зримый плод отшельничества, который прекраснее и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Плод практики, чудесное сныслышание, диббасота ньяна. Так, со сосредоточенной мыслью, чистой, ясной, незапятненной, лишенной нечистоты, гибкой, готовой к действию, стойкой, непоколебимой, он направляет и обращает мысль к божественному слуху. Очищенным божественным слухом, выходящим за пределы человеческого, он слышит оба вида звуков, и божественные и человеческие, далекие и близкие. Подобно тому, великий царь, как человек, который, находясь на главной дороге, слышит звук летавр, звук барабана, звук раковины, цимбал, гонга, может сказать себе, вот звук летавр, вот звук барабана, вот звук раковины, цимбал, гонга. Так же точно, великий царь и монах с сосредоточенной мыслью, чистой, ясной, незапятненной, лишенной нечистоты, гибкой, готовой к действию, стойкой, непоколебимой, направляет и обращает мысль к божественному слуху. Очищенным божественным слухом, выходящим за пределы человеческого, он слышит оба вида звуков, и божественные и человеческие, далекие и близкие. Плод практики, чудесное прозрение в умы других, читапарья неяна. Так, с сосредоточенной мыслью, чистой, ясной, незапятненной, лишенной нечистоты, гибкой, готовой к действию, стойкой, непоколебимой, он направляет и обращает мысль к знанию, охватывающему сердце. Охватывая сердцем сердца других существ, других личностей, он постигает их. Наделенную страстью мысль он постигает как наделенную страстью мысль. Свободную от страсти мысль он постигает как свободную от страсти мысль. Наделенную ненавистью мысль он постигает как наделенную ненавистью мысль. Свободную от ненависти мысль он постигает как свободную от ненависти мысль. Наделенную заблуждением мысль он постигает как наделенную заблуждением мысль. Свободную от заблуждения мысль он постигает как свободную от заблуждения мысль. Собранную мысль он постигает как собранную мысль. Несобранную мысль он постигает как несобранную мысль. Великую мысль он постигает как великую мысль. Невеликую мысль он постигает как невеликую мысль. Превзойденную мысль он постигает как превзойденную мысль Непревзойденную мысль он постигает как непревзойденную мысль Сосредоточенную мысль он постигает как сосредоточенную мысль Несосредоточенную мысль он постигает как несосредоточенную мысль Освобожденную мысль он постигает как освобожденную мысль Неосвобожденную мысль он постигает как неосвобожденную мысль Подобно тому, великий царь, как женщина или мужчина, или юноша, молодой любящий, наряжается, разглядывая отражение своего лица в чистом, ясном зеркале или в сосуде с прозрачной водой, может или узнать, что на нем пятнышко, когда на нем есть пятнышко, или узнать, что на нем нет пятнышко, когда на нем нет пятнышко, также точно, великий царь и монах с сосредоточенной мыслью, чистой, ясной, незапятненной, лишенной нечистоты, гибкой, готовой к действию, стойкой, непоколебимой, направляет и обращает мысль к знанию, охватывающему сердце. Охватывая сердцем сердце других существ, других личностей, он постигает их. Наделенную страстью мысль он постигает как наделенную страстью мысль. Свободную от страсти мысль он постигает как свободную от страсти мысль. Наделенную ненавистью мысль он постигает как наделенную ненавистью мысль. Свободную от ненависти мысль он постигает как свободную от ненависти мысль. Наделенную заблуждением мысль он постигает как наделенную заблуждением мысль. Свободную от заблуждения мысль он постигает как свободную от заблуждения мысль Собранную мысль он постигает как собранную мысль Несобранную мысль он постигает как несобранную мысль Великую мысль он постигает как великую мысль Невеликую мысль он постигает как невеликую мысль Превзойденную мысль он постигает как превзойденную мысль Непревзойденную мысль он постигает как непревзойденную мысль Сосредоточенную мысль он постигает как сосредоточенную мысль Несосредоточенную мысль он постигает как несосредоточенную мысль. Освобожденную мысль он постигает как освобожденную мысль. Неосвобожденную мысль он постигает как неосвобожденную мысль. Таков, великий царь, зримый плод отшельничества, который прекраснее и возвышеннее предыдущих зримых плодов отшельничества. Плод практики, чудесная прозорливость о прошлом, пуббенивасану сатиньяна. Так сосредоточенную мыслью, чистой, ясной, незапятненной, лишенной нечистоты, гибкой. Готовый к действию, стойкой, непоколебимой, он обращает и направляет мысль к знанию, основанную на воспоминании о местах, где он пребывал в прежних существованиях. Он вспоминает различные места, где пребывал в прежних существованиях, а именно, в одном рождении, в двух рождениях, в трех рождениях, в четырех рождениях, в пяти рождениях, в десяти рождениях, в двадцати рождениях, в тридцати рождениях, в сорока рождениях, в пятидесяти рождениях, в ста рождениях, в тысячи рождений, в сотни тысяч рождений, во многих периодах свертывания мира, во многих периодах развертывания мира, во многих периодах развертывания и свертывания мира. Там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием Испытывал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни Вслед за тем, оставив существование, я вновь родился в другом мире А там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием Испытывал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни Вслед за тем, оставив существование, я был вновь рожден здесь Так вспоминает он во всех обстоятельствах и подробностях различные места, где пребывал в прежних существованиях. Подобно тому, великий царь, как если человек пойдет из своей деревни в другую деревню, а из этой деревни пойдет в другую деревню, а из этой деревни возвратится в свою деревню, он может сказать себе, Вот я пришел из своей деревни в другую деревню, там я так-то стоял, так-то сидел, так-то говорил, так-то молчал, а из этой деревни пришел в ту деревню, и там я так-то стоял, так-то сидел, так-то говорил, так-то молчал, а из этой деревни возвратился в свою деревню. Также точно, великий царь и монах с сосредоточенной мыслью, чистой, ясной, незапятненной, лишенной нечистоты, гибкой, готовой к действию, стойкой, непоколебимой, направляет и обращает мысль к знанию, основанную на воспоминаниях о местах, где он пребывал в прежних существованиях, а именно, в одном рождении, в двух рождениях, в трех рождениях, в четырех рождениях, в пяти рождениях, в десяти рождениях, в двадцати рождениях, в тридцати рождениях, в сорока рождениях. в пятидесяти рождениях, в ста рождениях, в тысячи рождений, в сотни тысяч рождений, во многих периодах свертывания мира, во многих периодах развертывания мира, во многих периодах развертывания и свертывания мира. Там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием, испытывал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я вновь родился в другом месте. А там я жил под таким-то именем, в таком-то роду, в таком-то сословии, таким-то пропитанием, испытывал такое-то счастье и несчастье, достиг такого-то срока жизни. Вслед за тем, оставив существование, я был вновь рожден здесь. Так вспоминает он во всех обстоятельствах и подробностях различные места, где пребывал в прежних существованиях. Плод практики – чудесная прозорливость о будущем, Диббача Кхунияна. Так, с сосредоточенной мыслью, чистой, ясной, незапятнанной, лишенной нечистоты, гибкой, готовой к действию, стойкой, непоколебимой, направляет и обращает мысль к знанию о том, как существа оставляют свою жизнь и вновь рождаются. Очищенным зрением, выходящим за пределы человеческого, он видит, как существа оставляют жизнь и вновь рождаются. Он постигает, как существа, согласно своим действиям, становятся низкими, возвышенными, красивыми, некрасивыми, счастливыми, несчастными, поистине, почтенные. Те существа, что наделены дурным поведением тела, наделены дурным поведением в речи, наделены дурным поведением разума, злословят и праведных, придерживаются ложных воззрений, с распадом тела, после смерти, вновь рождаются в бедствии, несчастье, страдании, аду. Те же существа, почтенные, что наделены добрым поведением тела, наделены добрым поведением в речи, наделены добрым поведением разума, незлословят и праведных, придерживаются истинных воззрений, наделены действиями, проистекающими из истинных воззрений, с распадом тела, после смерти, вновь рождаются в счастье, в небесном мире. Так, очищенным божественным зрением, выходящим за пределы человеческого, он видит, как существа оставляют жизнь и вновь рождаются, он постигает, как существа, согласно своим действиям, становятся низкими, возвышенными, красивыми, некрасивыми, счастливыми, несчастными. Подобно тому, великий царь, как если человек, стоящий на террасе над серединой перекрестка, видит, как люди входят в дом, выходят, двигаются по проезжей дороге, сидят на середине перекрестка, он может сказать себе, эти люди входят в дом, эти выходят, эти двигаются по проезжей дороге, эти сидят на середине перекрестка, также точно, великий царь и монах с сосредоточенной мыслью, чистой, ясной, незапятненной, лишенной нечистоты, гибкой, готовой к действию, стойкой, непоколебимой, направляет и обращает мысль к знанию о том, как существа оставляют жизнь и вновь рождаются. Очищенным божественным зрением, выходящим за пределы человеческого, он видит, как существа оставляют жизнь и вновь рождаются, он постигает, как существа, согласно своим действиям, становятся низкими, возвышенными, красивыми, некрасивыми, счастливыми, несчастными, поистине, почтенные, те существа, что наделены дурным поведением тела, наделены дурным поведением в речи, наделены дурным поведением разума, злословят и праведных, придерживаются ложных воззрений, с распадом тела. После смерти, вновь рождаются в бедствии, несчастье, страдании, аду. Те же существа, почтенные, что наделены добрым поведением тела, наделены добрым поведением в речи, наделены добрым поведением разума, не злословят и праведных, придерживаются истинных воззрений, наделены действиями, проистекающими из истинных воззрений, с распадом тела, после смерти вновь рождаются в счастье, в небесном мире. Так, очищенным божественным зрением, выходящим за пределы человеческого, он видит, как существа оставляют жизнь и вновь рождаются, он постигает, как существа, согласно своим действиям, становятся низкими, возвышенными, красивыми, некрасивыми, счастливыми, несчастными. Плод обретения знания прекращения духовной скверны, асавакханьяна. Так, с сосредоточенной мыслью, чистой, ясной, незапятненной, лишенной нечистоты, гибкой, готовой к действию, стойкой, непоколебимой, он обращает и направляет мысль к знанию об уничтожении греховных свойств. Он, постигает в согласии с истиной, это страдание. Постигает в согласии с истиной, это возникновение страдания. Постигает в согласии с истиной, это уничтожение страдания. Постигает в согласии с истиной, это путь, ведущий к уничтожению страдания. Постигает в согласии с истиной, это греховные свойства. Постигает в согласии с истиной, это возникновение греховных свойств. Постигает в согласии с истиной, это уничтожение греховных свойств. Постигает в согласии с истиной Это путь, ведущий к уничтожению греховных свойств У него, знающего так, видящего так Мысль освобождается от греховного свойства чувственности Мысль освобождается от греховного свойства повторного существования Мысль освобождается от греховного свойства невежества В освобожденном возникает знание, что он освобожден Он постигает, уничтожено вторичное рождение Исполнено бед целомудря Сделано то, что надлежит сделать Нет ничего вслед за этим состоянием. Подобно тому, великий царь, как если зрячий человек, стоя на берегу окруженного горами озера, прозрачного, спокойного, незамутненного, видит устрицы раковины, песок и гальку, стаи рыб, двигающихся и останавливающихся, он может сказать себе, вот это озеро, прозрачное, спокойное, незамутненное, а в нем эти устрицы и раковины, песок и галька, стаи рыб, что двигаются и останавливаются, также точно, великий царь и монах с сосредоточенной мыслью, чистой, ясной, незапятненной, лишенной нечистоты, гибкой, готовой к действию, стойкой, непоколебимой, направляет и обращает мысль к знанию об уничтожении греховных свойств. Он постигает в согласии с истиной. Это – страдание, постигает в согласии с истиной. Это – возникновение страдания, постигает в согласии с истиной. Это – уничтожение страдания, постигает в согласии с истиной. Это – путь, ведущий к уничтожению страдания, постигает в согласии с истиной. Это – греховные свойства, постигает в согласии с истиной. Это – возникновение греховных свойств, постигает в согласии с истиной. Это – уничтожение греховных свойств, постигает в согласии с истиной. Это – путь, ведущий к уничтожению греховных свойств. Таков – великий царь, зримый плод отшельничества, который прекрасней, и возвышенней предыдущих зримых плодов отшельничества. И нет, великий царь, другого зримого плода отшельничества превосходнее и возвышеннее этих зримых плодов отшельничества. Царь Магайдхиаджатаса Товидихипута принимает прибежище у Будды. Когда так было сказано, царь Магайдхиаджатаса Товидихипута сказал блаженному, превосходно, господин. Превосходно, господин. Подобно тому, господин, как поднимают упавшие, или раскрывают сокрытые, или указывают дорогу заблудшему, или ставят в темноте масляный светильник, чтобы наделенные зрением различали образы, также точно блаженный с помощью многих наставлений преподал истину. И вот, господин, я иду как к прибежищу, к блаженному, и к Дхарме, и к Санхе Монахов. Пусть же блаженный примет меня как преданного мирянина, отныне и на всю жизнь нашедшего здесь прибежище. Мною совершено преступление, господин, из-за глупости, из-за ослепления, из-за нечестия я ради владычества лишил жизни отца, добродетельного царя добродетели. Пусть же господин блаженный примет меня, признавшегося в совершенном преступлении, чтобы в будущем я обуздал себя. Действительно, великий царь, ты совершил преступление, из-за глупости, из-за ослепления, из-за нечестия ты лишил жизни отца, добродетельного царя добродетели. И поскольку ты, великий царь, указав на совершенные преступления, добродетельно искупаешь его, мы принимаем тебя. Ибо такова, великий царь, поступь должного поведения праведника, что указавший на совершенные преступления и добродетельно искупающий его, достигает в будущем самообуздания. Когда так было сказано, царь Магадхиаджатаса Товидихипута сказал блаженному, ну, а теперь, господин, мы пойдем, у нас много дел, много надлежит сделать. Делай, теперь, великий царь, как ты считаешь нужным? И вот, царь Магадхиаджатаса Товидихипута, возрадовавшись словам блаженного, поднялся с сиденья, приветствовал блаженного и, обойдя его с правой стороны, удалился. И вот, вскоре после ухода царя Магадхиаджатаса Товидихипута, блаженный обратился к монахам, этот царь, монахи, поражен, этот царь, монахи, потрясен. Если бы этот царь, монахи, не лишил жизни отца, добродетельного царя-добродетели, то уже на этом сиденье обрел бы непорочный, свободный от скверновидения истины. Так сказал блаженный, и удовлетворенные монахи возрадовались словам блаженного. Окончена вторая саманья Абхала-сутта. Один, фрагмент раскрывается так же, как в ДН-1.